Камера, мотор, в кадре мост через Тверцу. Тверской режиссер Павел Дроздов приступил к осуществлению своей давней мечты – снять фильм о родном городе, пережившем немецкую оккупацию в первый год Великой Отечественной войны. Работа началась с создания тизера, деньги на который собрали сами тверетяне. Рекламный ролик позволит привлечь внимание инвесторов для финансирования полнометражного фильма. Мы делаем так называемый тизер-трейлер, то есть это более широкий тизер, где не просто какие-то коротенькие или яркие моменты сняты, а именно ролик, который раскрывает в какой-то степени часть сюжета. По сюжету все начинается в ночь с 12 на 13 октября 1941 года. Старица уже в руках у врага, и все ближе и ближе немцы подбираются к Калинину. На город обрушиваются десятки бомб. Вокруг пылающие здания и человеческая паника. Все бежали из города. Громкая эвакуация. На самом деле просто бежали из города, потому что всю ночь бомбили, и люди через единственный мост побежали. Выбор – бежать или остаться, чтобы спасти город – занимает центральное место в сюжете. Для режиссера было важно показать людей, попавших в такую ситуацию, их характер, отношения друг с другом. По рассказам моей бабушки и прабабушки, которые я застал, они рассказывали. Они жили на улице Рыбацкая, и 14 октября утром на лодке перебирались через Волгу на ту сторону, и видели немцев, которые выехали на мотоцикле на набережную и стреляли по ним из автомата. То есть это такие отличные истории. Для полного погружения в советскую эпоху в качестве реквизита использовались предметы тех времен. Особое внимание привлекает ретро-автомобиль 1939 года выпуска из личной коллекции Алексея Смирнова. Многое люди приносят по собственному желанию. А съемочная группа и актеры, в том числе известные Юрий Кузнецов, Артур Ваха, Анна Пескова, Никита Тарасов и, конечно, главный герой – Егор Кутенков – работают бесплатно. Посмотреть на результат их труда можно будет уже совсем скоро. Тизер обещает представить публике в декабре.